сейчас на самом деле я не планировала записывать ничего такого особого но просто хочу вам показать вы посмотрите какой туманище ничего не видно я включила противотуманные фары просто ну едешь не на ощупь конечно но очень густой туман сейчас у нас пошло вот последние два дня вчера сегодня достаточно теплые идут дожди температура от колеблется между минус 3 плюс 3 что в принципе радует так когда нету ветра при этом холодного и ледяного дождя но вот когда вот этот туман сейчас осел видимо такая влага сильная вообще не знаю когда осаживается туман когда влага да наверное когда что что это испарение какие-то что это это не выпавший дождь дождь который хотел выпасть но спустился на землю в виде тумана то есть не знаю вот видите вот так вот очень плохо вид мне ну видно конечно но где-то наверное даже на 100 метров не видно где-то метров на 50 наверное видимость до метров на 50 даже на 100 метров я не вижу дали ну четко я имею ввиду понятно что где-то через 100 метров я вижу машина да там даже на вы тоже видели фары но четкости вообще ноль так неприятно вводить вот в такое когда есть какие-то помехи для вождения это всегда не очень приятно поэтому конечно двигаться будем осторожно наверняка движение на дорогах будет более замедленным потому что нужно беречь себя и других действительно очень вот так вот конечно опасно водить в таком тумане все желаю вам хороших условий дорожных а его зовут энтон русский но он может быть такой же рашин как и ты знаешь покажи футболку как она от начала так дюд покажи мне пожалуйста что это у вас сегодня был воркшоп в школе да вы пошли все в джим в спортзал спустились и там вас ждал художник который рисует такие вот комики и разные такие штуки классные и он показывал вам техники какие разные техник как рисовать да и это то что ты для себя выбрал и вот это автограф ты пополучил я и нарезал игра подожди он антон то как у него ps наверно фамилия какая-то у него интересно а потом вот и значит после этого они раздали вам вот эти вот такие вот конверты можно будет все затем надо вот такие книжки приобрести было значит заказ заказать книги как рисовать вот этих героев в этой книжке написано если ты покупаешься 5 книг 120 долларов а каждая отдельная книжка 5 долларов вот так делают бизнес приходят показывают такой воркшоп а на самом деле в принципе цель продать книжки но я и душе разрешила вот это ультра кит за 5 долларов вот эту книжку он хочет купить ему только одна это нравится дает душе где-то видела это похоже на каких-то героев из мультика вот этот вот где-то его уже видела а мама а гави кстати сегодня принесла вот еду ланч лэйди ланч лэйди сериозно почему мы франции и лечу висей но и сам таймс кекать став а на русском сможешь это сказать хорошо ну скажи на английском я переведу сам таймс дейдет код став англоритин гаппетис по мэрли на чем юшуи речески патсов кбиво мига ташкинки куда даже на картинке это только для картинки да вот ланч и разные мы выбираем вот каждый ланч примерно вот столько стоит такая стоимость ты выбираешь какой ты хочешь но они приносят не каждый день и туда это только два раза в неделю вы деливер а эври тюзды вэнсдэн тёрсты три раза в неделю три раза в неделю это все мы продолжаем тему наших ланчей школьных вот так что вот такой вот ланч лэйди но вот видите что это сказал у него мальчик заказывает один родитель заказывает одному мальчику а несколько лет так есть и вот и они все говорят что бэд ставшую невкусно они выбрасывают это много а это иногда или сильно горячая или сильно холодная уже короче мне нравится они дети недовольны да наверное родители об этом не знают так че стапт комфайр чели макарони высады apple слайд короче фигня какая-то за 6 долларов самом деле ничего интересного нет ну вот вы можете следить я специально медленно показываю ничего особого здесь нет а вот так вот здесь написано как его завтра автора еще акция это не стендере и джимани смит я джермани я не смит а энтоний так это был энтони в школе у вас да и горославом стендере то есть они эту книжку создали и продают вот классный маркетинг делают такой у школьников они как это рисовали то есть вы все сидели они рисовали на большом экране это на стене показывалось нет 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 фигня у нас были маленькие мы были на стене у вас был лайен? да, мы должны сидеть, отшипываться на петель, папку написать, обрабатывать на что сказали это было маленькое папку. Это как непростое в жизни увидеть. Я должна увидеть, что они писали от других людей понятно. Хорошо. Хорошо. Я очень рада. Спасибо, Идуша, за твой рассказ. Интересно. Так, у меня это мясо мое, которое было мясо барбекю, которое я делала roast pork, а не roast beef. Я делала вместо roast beef roast pork. Пользовалась успехом. Съелась она практически в два присеста. Поэтому сегодня разморозила уже два куска вырезки свиной. Вот она здесь немножечко и с жирочком с другой стороны. Это не жирочек, это просто полосочка. Оно без жира, но вырезка, хорошее мясо. Мы просто варим его два часа. Потом я его разнимаю на волокна. В общем, как в последнем видео, в котором вы видели. В общем, это очень вкусно. Ох, какие греночки я детям сделала. Они любят после школки. А сейчас еще и англетик к этому. Это ихняя самая любимая еда. Ну, что может быть вкуснее? Омлеты и гренок в кухонах. Из вот этого вкусного хлеба, который я в куска беру. Я, кстати, его тоже не показала. Потом вспомнила, что я его тоже купила, но не показала. Там еще было пару вещей. Которые я купила и не показала. Но просто забыла. Так, сейчас еще наряжем понемножку огурчик. Вот такая у них типа пол... Ну, что-то вот... Обед как бы уже в школе, они бутерброды дят. Пришли, они не очень голодные, но кушать что-то хотят. Так вот, достаточно... Это большие тарелки. Достаточно большой кусок хлеба. Смотрите, это хлеб, как моя ладонь. Видите, я вот свою руку ложу на этот хлеб. Видите? Такой достаточно это кусок, как моя ладонь. Вот. Он большой. Вот. Так что... Такой перекусончик после школы. Наши черни. Кофеек. Ой, дед, мы пошли спать. Мы кофеничать будем сейчас. Время кофе. У меня как-то был ролик на канале о кофе. Как мы его пьем. Такой смешной немножко он получился. Вам оставлю в конце этого видео живую ссылочку на него. Все. Время кофе. И... Гаври. 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 Ака. Малагис! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 никакой нету. Такой вот постный борщик. Ну или может быть свекольник. Называйте как хотите. Сейчас он поварится. Где-то минут 30 я его буду варить. Плюс добавлю сюда еще хлопья сухого лука и будет готово. Обратите внимание, как загустился цвет нашего борщика. Для меня еще знак, когда картошка окрашивается. Это просто вообще супер. Ну вот, все. Он уже почти у нас доварился. Еще 10 минут. Будем выключать. Завтра у меня в школе заканчивается очередная четверть. И мы делаем потлог. Это когда каждый приносит что-то из еды и устраивается небольшая вечеринка. Но у нас был договор принести что-то из кухни, так как мы все многонациональные люди учимся на этом курсе. То каждый что-то несет. В общем, я решила, долго думала, думала. Но думаю, чтобы у нас все-таки там 40 человек, чтобы каждому хоть как-то чего-то. И придумала бурекосы. Бурекосы, это поистине, я считаю, такое чисто израильское. У нас принято это в Израиле кушать на завтрак, на перекусы, ну или в принципе какая-то еда. Но в принципе ни одно какое-то такое застолье в офисе или ну я не знаю, в каком-то учреждении, даже просто дома не обходится без бурекосов. Они есть с разными начинками, есть вот с грибами, с картошкой, с грибами, как я взяла. Нет, это просто, по-моему, маршрумс. Это с картошкой. Вот, я взяла, естественно, уже готовые, замороженные. Я их сейчас поставлю в духовку, чтобы они подошли. Обычно делается это со слоеным тестом, есть с творогом, с шапинатом. Короче, начинок очень многое, большое разнообразие. Вот я взяла и завтра понесу подавать. Я это буду еще так же для красоты, когда я это красиво все сложу, с оливками, ну чтобы такой был вид. Восточный такой, Средиземноморский, восточный. Вот, так что вот ставлю в духовочку, покажу вам, когда получится. Вот какие красавчики уже поднялись. С грибочками более мокрые, поднимаются хуже. Ну и тесто какое-то немножко более расквашканное. Вот эти с картошечкой супер, очень даже ничего, это с картошкой и с жареным луком. Должны быть очень вкусные. Готовы. Ах, красавцы. Вот они, вот они, вот они. Красотулечки мои. Все красивенько, все это выложим блюдом, украсим оливочками, и будет просто яме-яме. Вот такие наши блюда. Музыка. Так. Музыка. Музыка. Продолжение следует...